Доброе утро, друзья! Я продолжу свою вчерашнюю тему про антипаразитарное, антираковое питание, антираковый образ жизни и тому подобное. Смотрите, когда начинается любая болезнь, что нам нужно сделать? Прекратить есть, прекратить жрать, закрыть рот на замок. Максимум, что можно позволить себе, это питание в виде соков. Поэтому, чем больше, если мы заболели и мы кушаем, мы кормим болезнь. Запомните это правило. Запишите себе на стене это правило. Если человек уже заболел острым симптомом болезни, вообще болезнь начинается с того момента, ещё с нашего рождения. Потому что обычно у нас родители рождают, неочищенные родители рождают уже потенциально больных детей. Уже болезнь заложена в этих детях. И если родители не привьют им с детства такой момент, как очищение на постоянной основе, и не заложат в них фундамент о питании, науку о питании, об очищении, об антипаразитарном, антираковом образе жизни, антипаразитарный равняется антираковый образ жизни, то, к сожалению, эти дети будут иметь последствия в будущем остаться под потенцию как инвалида, так и болеть постоянно, что в итоге всё равно приведёт к определённой инвалидности. Потому что старость — это болезнь. Старости не существует. Старость — это болезнь. Старость — это дряхлость. Старым можно быть уже в 20 лет. Я была старой в 20 лет, когда я постоянно болела, и я ходила полуживая, еле открывала глаза по утрам. Это всё не жизнь. Это не жизнь. Жизнь — это когда вы встаёте в 3 часа утра, как зайчик, подорвались с кровати, начинаете быстро делать зарядку, всё, у вас классное настроение, вы ложитесь чётко в одно и то же время. Вот эта жизнь, я имею в виду более-менее благостная жизнь, поэтому вы должны сделать так, чтобы ваш образ жизни стал антираковым. Сделайте себе лозунг, поставьте себе цель сделать образ жизни антираковым. Почему нет? По крайней мере, такого уж точно ни у кого не будет. Я даю вам идею. Смотрите, начинайте с того... Очищаемся. Нет, начинаем с того, что мы меняем мышление. Мы меняем мышление, мы окунаемся в духовное развитие, мы начинаем приходить к Богу, мы начинаем изучать веды. Это вот мои лайфхаки вам. Мы слушаем Леонида Тугутова. Это мой вам огромнейший совет. Других не рекомендую, потому что в других я, к сожалению, не нашла того чистого сердца и той правды, кроме как в Леониде Тугутове. Далее. Мы очищаем кишечник, мы очищаем все внутренние среды организма, мы меняем полностью наш образ жизни по питанию. Мы пересматриваем всю нашу кухню, выбрасываем все продукты гниения, брожения. Гниение – это продукты мяса, рыба, яйца, молочка. Выбрасываем. Молочка не нужна сейчас. В магазинах молочка, вся отрава. Выбрасывайте. Дальше. Вы перемываете все вокруг, все дезинфицируете, все старое белье выбрасываете, образно говорю, выбрасываете, белье все стираете, убираете, все дезинфицируете. Все, старый образ жизни ушел. Тот прокастенирующий человек, полунедочеловек, уходит из вашей жизни. И я вас гипнотизирую сейчас. Из вашей жизни уходит старый вы, никчемный, который не мог быть созидателем. Сейчас вы превращаетесь в нового человека, абсолютно счастливого, радостного и полного энтузиазма. Чистите холодильник, меняйте бытовые моющие, убирайте всю химию из дома. Меняйте зубные пасты. Меня спрашивают, а как же зубные пасты, чем можно заменить? Есть натуральный зубный паст на основе глины, на основе кокосового масла, куркумы. Да полно. Зайдите в интернет, у меня в моей школе здоровья есть рецепты. Сода, соль, пожалуйста. Можно смастерить зубную пасту самому. Вам это не нужно. Главное правильно научиться чистить зубы щеткой. Вот здесь вот загвоздка, да, нужно учиться. И плюс полоскать рот после каждого приема пищи. Особенно после того, как поели фрукты. Далее. Всю химию. Убирайте синтетику. Синтетическая одежда на теле не должна у вас присутствовать. Синтетика кормит паразитов. После каждого похода в туалет вы моете попу-писю. Вы всегда моете свои половые органы. Всегда содержите их в чистоте. Вы всегда носите при себе спиртовые салфетки. Вы не беретесь за ручки в общественных местах. Если взялись, протерли руки салфеткой. Вы погладили кошечку-собачку. Вы помыли сразу руки. Вы не допускаете детей кошечкам-собачкам лизаться с ними. Если у вас в доме маленькие дети. Если вы забеременели, пожалуйста, отдайте кошечек и собачек на время своим друзьям, знакомым, кому угодно. Не выкидывайте их. Я очень люблю животных. Пожалуйста, не выкидывайте. Заботьтесь о них. Но имейте в виду, что если вы оставляете кошечек и собачек, в будущем вы растите инвалидов в семье. Не сразу, так позже. Далее, бытовую химию убрали, шампуни химические убрали. Все по возможности химическое убрали. Понимаете? Все можно заменить. Все можно заменить химическое на менее химическое, менее химическое, на еще менее химическое, на еще менее химическое вообще, на бесхимическое и тому подобное. Все по градации, все познается в сравнении. Из худшего мы всегда выбираем лучшие. Запомните это. Далее, мы очищаем воду. Мы настаиваем её на кремнии, мы очищаем её перекисью, мы очищаем её фильтрами, мы дегазируем её, дегазированная вода, мы её замораживаем, размораживаем. Вода – очень важный источник. Вода – это еда номер один. Вообще воздух – еда номер один, но вода на втором месте стоит. Нам нужна не пища, нам нужен воздух и вода, наши лучшие друзья, солнце ещё нужно, которые собираются алмазами закрыть, а потом будем вдыхать эти алмазы, они будут оседать в лёгких. Далее, вы занимаетесь распорядком дня, меняете полностью режим дня, выложитесь рано, встаёте рано, как наши делали предки, поэтому жили счастливо. Питание максимум два раза в день, это должно быть в обед, чуть-чуть, через 4-5 часов. Не позже пяти часов, никогда не кушайте позже пяти часов. Вообще лучше не есть позже двух, но это в идеале, это вы дойдёте постепенно, один раз в день питания. Ну, идеал – это не идеал, идеал – это когда вы кушаете очень-очень редко, может быть, раз в неделю. Да, да, оговорочка, как говорится, один из моих небольших секретов. Но не каждый сможет к этому прийти, это нужно только через духовное развитие и понимание того, что пища нам вообще по сути не нужна, и что нас приучили, подсадили на иглу и тому подобное. Ладно, проехали дальше. Обязательно введите специи антипаразитарные в вашу пищу, в ваше меню. Каждый день должны быть антипаразитарные специи. Это горечи, это перцы, это орегано, тимьян, это чеснок, это полынь, пижма, гвоздика должны быть в вашем ареале каждый день. Дальше. Вы обязательно занимаетесь спортом. Это должен быть бег, статика, растяжки. Обязательно. Дыхательные упражнения. Если вы не занимаетесь дыхательным упражнением, здоровье вам не видать, как свои собственные уши, потому что диафрагма, если не прокачана, к сожалению, не прокачана вся лимфа, лимфа загрязняется, застой в организме, и у вас размножаются паразиты, образуются колонии, образуется следовательный рак. У вас организм не работает, эндокринная система не работает, иммунитет не работает. Если не работает идеально диафрагма. Диафрагма – это наше второе сердце. Я активно настаиваю делать дыхательные упражнения. Приходите ко мне в Школу Здоровья. Сейчас каждую неделю провожу безоплатно занятия по дыханию. В следующую неделю мы будем после дыхания, надеюсь, с Божьей помощью, сделаем ледяную ванну сразу. Итак, закаливание. Пришли к закаливанию. Дыхание и закаливание – это панацея. И всё это соединив, общаясь с природой, с любовью, даря любовь всем живым существам, вы обретёте избавление от любой болезни. Ибо вас болезнь не коснётся. Но ещё при условии «вишенка на торте» это приходит к Богу, к Богу, к Богу. Это покаяние. Это признание о том, что мы были негодяями. Это признание о том, что мы были невежественными, жили в невежестве до этого. И я жила в невежестве. Я признаю, но Господь дал милость, Господь дал милость, послал знания, послал понимания. И я хочу, чтобы каждому Господь, я желаю, чтобы каждому Бог дал милость, понимание о том, что я сейчас говорю. Потому что то, что я говорю, я собирала годами, ребята, годами собирала, по крупицам собирала и проверяла на себе. Помогать всем живым существам. Обязательно животным помогать. Никого бросать не прошу. Ни в коем случае. Если вы убиваете животных, вы будете рождены в следующей жизни больной собакой или камнем, кем угодно. Но вы убийца, если вы убиваете живых существ. Живодёр. Если вы кушаете мясо рыбояйца, извините, пожалуйста, вы живодёр. Вот эти понимания вас приведут к полному благу. Я вам обещаю. Я вам обещаю, ребята. И практика голодания. Обязательно. Приходи в мою школу здоровья. Ссылка в шапке моего профиля. Продолжение следует.